Разновидность треугольника Разновидность игроков защитного стиля значительно шире, так как они играют в отдалении от стола, а это напрямую сказывается на скорости передвижения. Третье. Время полета мяча между ударами несколько больше, и это дает возможность более полно оценить ситуацию и занять верную позицию. В момент удара по мячу колени сгибаются, выполняя функции амортизаторов. Если этого не делать, мяч становится неконтролируем по высоте полета и не несет затруднений для противника. В целом передвижение выполняется в несколько более высокой стойке, нежели чем при игре у стола. Очень важно подойти к мячу на игровое расстояние, то есть при ударе слева встречать мяч перед собой или минимально сбоку слева, и на расстоянии согнутой руки при ударе справа. Обратите внимание, что удар по мячу наносится в разных стойках, поскольку для того, чтобы вложить вес тела в удар при игре справа, надо обязательно поставить вперед левую ногу. Для придания мячу сильного нижнего вращения, опытные защитники придают скорость движения ракетки не только за счет разгибания локтя, но и за счет быстрого поворота кисти в момент удара по мячу. Если вы обратили внимание, при игре подрезка слева ноги разворачиваются несколько больше, то есть впереди находится правая нога, а удар по мячу наносится несколько сбоку. Это происходит по причине того, что для сильной подрезки мяча с сильным верхним вращением необходимо выполнить достаточно большой замах и сыграть мяч намного быстрее. При развернутой стойке это сделать значительно легче. Если же охарактеризовать передвижение игрока защитного стиля одним словом, то наиболее подходящим будет мягкое. Хороший теннисист двигается как кошка, быстро и бесшумно. Это задание с разной длиной полета мяча, что на схеме видно по длине стрелок. Передвижение вперед-назад или передвижение по длине мяча столь же важно при подготовке спортсменов защитного стиля, как и предыдущее задание. В ситуации, когда нападающий, что называется, не может пробить защитника, он начинает расшатывать оборону за счет укороток или ударов с коротким отскоком мяча от стола. Именно для того, чтобы быть готовым к такой игровой ситуации и рассчитано это задание. Передвижение вперед-назад одно из самых сложных, поскольку теннисист должен уметь двигаться спиной вперед так же быстро, как и лицо, поскольку нельзя терять стол из вида. При выходе на укоротку последний шаг делается несколько длиннее, как бы полувыпадом. Это позволяет сделать при отходе назад первый шаг более широким и выиграть, возможно, решающую долю секунды. Если учесть, что в исполнении высококлассных игроков у короткой практически остается у сетки, чтобы достать этот мяч, надо использовать помимо длинного шага вперед всю длину руки. Но главное даже не это, а то, что после приема у коротки необходимо быстро занять исходную позицию. В этом задании наносятся удары разные по характеру вращения, что хорошо видно из схемы. За время работы я не один раз сталкивался с характерным типом теннисистов, которые могут долго и стабильно играть топ-спинами, придавая мячу сильные верхние вращения. И при этом для них является проблемой поменять вращение и выполнить одиночный плоский удар или комбинацию вращений с плоскими ударами. На самом деле, чтобы выполнить любое вращение мяча вне зависимости от игровой ситуации, надо обладать великолепным чувством мяча. Можно спорить, воспитывается ли это качество или нет, но развивать его надо обязательно. Предлагаем вам задание, направленное на развитие именно этого качества. Внешне оно очень просто, выполняются почти однотипные удары, минимум передвижения, но это простота, кажущаяся. Начнем с того, что несмотря на внешние сходства, накат и топ-спин два совершенно разноплановых удара, несущих совершенно разную игровую нагрузку. Во-первых, они различаются характером вращения. Если накат практически не придают мячу вращение, это так называемый плоский удар, то топ-спин это удар с сильным верхним вращением. Во-вторых, совершенно по-разному наносится удар по мячу. Если перейти к образным сравнениям и сопоставить мяч с головой, то накат наносится шлепком по затылку, а топ-спин по макушке. Соответственно, в игре накатом участвуют все слои игровой поверхности ракетки. Дерево, губка, резина. Топ-спин же выполняется как можно тоньше, едва ли ни одной резины и в меньшей степени губкой. В-третьих, при игре накатом мяч летит более быстро и полого, а при топ-спине его траектории более крутая. Скорость набирается медленнее, но отскок от стола значительно быстрее. В-четвертых, топ-спин по отношению к накату выполняется при более высокой скорости движения ракетки в момент удара по мячу. В-пятых, топ-спин играется из несколько более низкой стойки, под мяч надо подсесть. В-шестых, накат целесообразно играть по восходящему мячу, а наилучшей для выполнения топ-спина является высшая точка полета мяча. Это основные различия, помимо огромного количества нюансов. Некоторые из них вы можете заметить внешне, например, топ-спин выполняется очевидно быстрее. Это задание – одно из наиболее востребованных тренировок наших спортсменов. Разумно применять его, когда спортсмен, что называется, не чувствует мяч, развалена техника. В этом случае оно оказывается как нельзя кстати. Также неплохо завершать таким заданием учебно-тренировочное занятие, чтобы постепенно, не разрушая наработанные техники, выйти из тренировки. Нет смысла останавливаться на особенностях техники игры справа и слева, поскольку они достаточно подробно были освещены раньше. Комбинация вращений может составляться под решаемую тренировочную задачу. В этом упражнении указан лишь принцип смены вращений. В некотором смысле это задание является индикатором, так как спортсмен, способный выполнить его, соответствует определенному техническому уровню и, замечу, далеко не самому низкому. Помимо тренировочной, это задание имеет игровую ценность, ведь можно выиграть за счет силы удара, скорости полета мяча, силы вращения, направления удара, а можно и за счет умелой смены вращения вынудить соперника сделать ошибку. Такой способ введения игры могут себе позволить лишь только высокотехничные игроки. И тут же обратная связь. Для шлифовки техники, повышения своего спортивного мастерства, оно подходит как нельзя лучше. Подытожив, можно сказать, что в основе процесса подготовки теннисиста лежит его умение перенести без потерь, а то и с необходимым добавлением в игру на соревнованиях всего того, что он наработал на тренировках. Немаловажным при выполнении этого задания является правильное соблюдение принципов техники игры. Постановка ног, выход в позицию, момент нанесения удара по мячу должны сохраняться как и при выполнении более простых заданий. В этом заключается один из основных принципов тренировки – постепенный переход от простого к сложному. По мере освоения этого задания, его необходимо усложнять, меняя комбинацию вращений, добавляя передвижения, увеличивая темп игры. Тогда оно будет эффективно на любом этапе обучения. Последнее, одиннадцатое задание – это снова смена вращений. Последнее тренировочное задание, предлагаемое нами, что логично, наиболее трудно. Это снова смена вращений, но на более сложном уровне. Чередование топ-спина и срезки – верхнего и нижнего вращения. Двух совершенно противоположных по технике выполнения ударов. Суть этого упражнения такова. Спортсмен, выполняющий задание, играет поочередно топ-спином и срезкой. Причем топ-спином он играет со срезки, а срезает подставку, которой принимают его топ-спин. Начнем с топ-спина. Для выполнения этого удара нужно подсесть под мяч несколько больше обычного. С запасом, так как надо сыграть по мячу, которому придано сильное нижнее вращение. А значит, при контакте с ракеткой мяч будет стремиться вниз. И чтобы он не свалился, Продолжение следует...